Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы всё в том же составе. Со мной Армен Валисян. Армен, здравствуй! Добрый день, Светлана! И наш уважаемый гость Михаил Викторович Величко. Здравствуйте, Михаил Викторович! Здравствуйте, Света! Здравствуй, Армен! И здравствуйте, все зрители! Мужчины, сегодня я хотела бы вам предложить поговорить об измах, которые сопровождают нас по жизни, формируют нашу картину мира, накладывают какие-то табу, ссорят людей по всему миру. Что это за измы? Это такие понятия, как фашизм, расизм, глобализм, либерализм. Вот хотелось бы разобраться, поскольку эти термины сегодня практически ежедневно в той или иной интерпретации у нас на слуху, и порой кардинально противоположные вещи называются одним и тем же термином. Вот хочется в этом разобраться. Когда в трудах концепции я впервые встретился с утверждением, что либерализм – это разновидность фашизма, то сильно удивился, как же так, ведь именно либерализм всегда представляется как вот такая некая антипеза фашизму, а сами либералы – это вроде как пламенные парциз-фашизм. Михаил Викторович, каковы взаимоотношения либерализма к фашизму? Ну, давайте начнем с того, что есть люди, которые реагируют только на слова. И они даже не задумываются о том, что слова – это просто этикетки на каких-то явлениях в жизни, которые есть или которые выдуманы. Отчасти это коктейль из того, что есть, с тем, что выдумано и чего нет. Поэтому если говорить о фашизме и либерализме как о явлениях, а не как словах, то, в общем-то, надо смотреть на те социальные процессы, с которыми и то, и другое явление имеют дело и процессы, которые составляют их суть. Видимо, самое общее определение фашизма – это система человеконенавистничества. Обычно все с этим соглашаются, а дальше начинаются некоторые разногласия на тему о том, в чем это человеконенавистничество выражается конкретно. После этого кто-то приводит в качестве примера освинцем, кто-то приводит в качестве примера гулах, а кто-то приводит еще что-то другое. Ну, а либерализм, в котором якобы нету ничего подобного, но все-таки есть вопрос, а кто организовал голод в Ирландии в былые времена, кто организовал геноцид голодом в Индии в годы Второй мировой войны, кто организовал программу МК Ультра, Майнд Контрол Ультра, кто ликвидировал порядка тысячи человек из приверженцев религиозного течения Храм Народов, то это, в общем-то, во многом сотрет разницу между либерализмом и фашизмом как явлениями античеловеческого характера. Но, тем не менее, разница между ними есть, и она состоит в том, как реализуется человеконенавистничество в той и другой системе. Потому что, если говорить о либерализме, то либерализм выдвигает такой тезис, что, дескать, есть беспредельное разнообразие человеческих судеб, характеров, миропониманий и всего прочего, и это беспредельное разнообразие надо охранять от посягательства на него. И запретно только посягательство на это беспредельное разнообразие и, в общем, нелегализованные человека убийства и мошенничества. Юридически легализованные человека убийства и мошенничества, они в данном случае допустимы, и они рассматриваются как компонента этого самого беспредельного разнообразия. Потому что та практика расизма, которую проводила либеральная Англия, либеральная Бельгия на протяжении всей колониальной эпохи, и не менее либеральная Франция, это наводит на мысли о том, что юридически узаконенные массовые убийства под идеологией либерализма, которая распространяется далеко не на всех, это в порядке вещей. Чем это отличается от концепции Третьего Рейха Арасова неполноценных, биологически неполноценных народов, это пусть товарищи либералы сами объяснят. Потому что если смотреть по совести, то это ничем не отличается. Но есть и особенности в отношении либерализма и фашизма к тем, кого либералы и фашисты признают своими. Признают, не слышно было. Признают своими. Либерализм не видит разницы, объективной разницы между развитием и деградацией. И поскольку такой разницы нету в нем, и предполагается, что нету и управления глобальным историческим процессом и нету надгосударственного управления любым обществом в пределах государства, то тем самым либерализм открывает возможности к тому, чтобы кто-то известными ему средствами стимулировал деградационные процессы, в результате чего те или иные народы могли бы резко ослабить, либо вообще сойти с исторической сценой. Именно это мы наблюдаем сейчас в Европе, в Соединенных Штатах. Пропаганда ЛГБТ и прочих половых извращений и поддержание государством культуры наркомании – это вот на эту тему. Решаются политические задачи уничтожения народов, которые несут неприемлемые для заправил глобализации культуры. Тем не менее, люди даже интуитивно, а не то чтобы мотивировано, чуют разницу между развитием и деградацией. И, соответственно, когда люди сталкиваются с политикой стимулирования деградации, они начинают как-то там организовываться и принимать какие-то действия, направленные как против тех, кто ступил на путь деградации, так и против тех, кто проводит эту политику в жизни. Как только в обществе начинается что-то подобное, либералы сразу начинают вопить об угрозе фашистов. И если глобальное управление ориентировано на то, чтобы в каком-то обществе покончить с либеральной культурой, оно передает управление тем, кого либералы называют фашистами. Но фашисты силового толка, они тоже не очень хорошо разбираются в сущности человека и как следствие в том, что такое развитие и деградация, как объективные явления. Поэтому фашисты силового толка, они выкатывают некие догмы, которые на их взгляд, по их мнению, в состоянии пресечь те деградационные процессы, которые имеют место в обществе и тем самым могут защитить будущее этого общества от деградации. И, казалось бы, все хорошо. Там ни пить, ни курить, запрет на наркотики, запрет на всякие сексуальные извращения, некая государственная идеология, как свод догм на тему о том, как надо жить и как жить нельзя. И вроде бы после того, как проходит режим становления новой культуры, там с насилием, социальной гигиеной принудительной, ну, вроде бы общество входит в стабильный режим жизни. И вроде бы в нем все хорошо. Если правильно организовано управление экономикой, все сыты, одеты, обуты, все получают образование, какое могут, открыты пути для карьерного роста. Ну, в общем-то, если мы нарушим запрет федерального списка экстремистских материалов и заглянем в «Майн кампф», то многое из того, что я сказал, мы найдем там. И более того, если мы обратимся к классической русской литературе, то такой персонаж, как Собакевич, в пределах своего имения, в общем-то, построил фашистский режим, где все сыты, одеты, обуты. И единственное, что запрещено, это выступать против этого режима, и куда-то бежать. Но в чем подвох? Казалось бы, вот прошел переходный период от либерализма к фашистской диктатуре, тоталитарно-идеологической. Подвох в том, что даже истинно, став безрассудной верой, вводит людей в заблуждение. И, соответственно, любая идеология, возведенная в рамках государственной, вот такой, практика инквизиторская защиты идеологии от ее противников, пусть даже при полном соблюдении законности, она обрекает общество на застой, на прекращение развития. И получается так, что либерализм и фашизм, они едины в том, что они блокируют развитие общества, развитие людей, но каждый из них делает это по-своему. Поэтому принципиальные разницы между либерализмом и фашизмом диктаторского толка на основе идеологии либо принципа, что вождь и учитель единственный правомочный толкователь жизни, нет. Вот если вождь единственный правомочный толкователь жизни, то он вправе менять идеологию. Но если только он вправе этим делом заниматься, то всякий субъективизм ошибочен в той или иной мере, а указать вождю на ошибки тоже некому. Потому что только вождь всегда прав. Поэтому в общем получается так, что и тот и другой режим они плохи. И истинный антифашизм это искоренение и либерализма и идеологически тоталитарных или вождистки тоталитарных по сути диктаторских режимов. Но что такое вот этот действительно антифашистский режим это уже другая тема. Михаил Викторович, а вот современной России с учетом того, что она нахлебалась вот этого либерализма после распада Союза, нет ли искушения вот пойти по этому короткому пути и так сказать выкатить некую свою домороченную версию фашизма против якобы вот существующего либерального засилия и тем более, что вот наблюдая за информационным полем порой раздаются такие призывы с той и с другой стороны вот как избежать вот такого искушения ну такое искушение действительно есть и есть политические силы которые его стимулируют избежать этого можно одним единственным способом просвещением и воспитанием добросовестности причем если говорить и о просвещении и о воспитании добросовестности то в силу запредельной бюрократизации государственной власти и крайнего несовершенства действующего законодательства которое во многом внутренне противоречиво не говоря уж о том что многие положения законов жизненно несостоятельны вот это вот профилактирование искушение перейти к какой-то диктатуре оно ложится на институт семей то есть папы мамы дедушки бабушки должны объяснять детям как своим так и друзьям своих детей многие аспекты врослой жизни в масштабах от личностного до глобально цивилизационного это единственный способ второй аспект от этого самого искушения состоит в том что все-таки свобода мнений свобода разговоров это одно и она должна быть в обществе но в пределах государственного аппарата должна быть самодисциплина самодисциплина и взыскательность по отношению к тем кто не способен к самодисциплине и по отношению к тем кто нарушает эту самую дисциплину работы в государственном аппарате в общем еще в годы перестройки Явлинский в одном из интервью сказал если я хочу чтобы в обществе у меня была демократия в государственном аппарате у меня должна быть диктатура и Явлинский совершенно прав потому что если в обществе демократия то нет запретных тем и можно обсуждать все что угодно но для того чтобы государственный аппарат работал требуется то что называется государственной идеологией то что запрещено ныне действующей конституцией то есть всем кто работает в государственном аппарате должны быть известны цели государственной политики и способы их достижения их знания и навыки должны быть достаточно для того чтобы это понимать в этом случае государственные аппарат может работать развитие общества выражается в том что одни цели одни задачи перестают быть актуальны и появляются новые цели новые задачи соответственно государственная идеология как средство объединения сотрудников государственного аппарата не может не может заданной раз и навсегда она должна меняться и оглашаться с какими-то интервалами вот если мы обратимся к истории СССР то мы увидим что съезды партии пленумы сталинской эпохи характеризуются тем что на каждом из них есть отчет о решении задач поставленных прошлыми съездами и постановка задач на будущее если мы обратимся к съездам после сталинской эпохи то мы увидим что вот эта вот определенность она исчезла и съезды после сталинской эпохи если вот читать тексты материалов невозможно отличить друг друга и единственный способ отличить это посмотреть на титульный лист материала какого съезда ну если не затрагивать таких скандальных тем как борьба с культом личности Сталина поэтому дело обстоит таким образом но для того чтобы общество было демократичным тоже требуется развитие культуры если хотите в общем политика принудительного образования потому что если школьника оболтуса или оболтуса студента предоставить самому себе то он учиться не будет в сложившейся культуре а когда он вырастет вследствие узости кругозора вследствие неумения чувствовать и мыслить ну в общем он не способен к народовластию он обречен быть электоратом которым кто-то как-то манипулирует ну вот такая вот парадоксальная ситуация а для того чтобы народовластие как ответственность за страну из-за судьбы мира действительно реализовалась люди должны узнать очень много и должны научиться думать и это тоже не входит в повестку Минобранауки поэтому этим должен заниматься каждый человек самостоятельно и помогать детям в том чтобы вовлечь их в этот процесс вы когда говорите принуждение у меня как у человека который вообще не терпит никакого принуждения сразу так шерсть дыбом встает и сразу хочется уже растет сопротивление то есть нет ли здесь какого-то такого насилия над личностью это первый вопрос и второй вопрос вот когда мы говорим о том что на государственном уровне должно быть где мы сразу наберем сразу столько хороших учителей педагогов которые будут правильно ну правильные вещи вкладывать их же тоже кто-то должен воспитать да но так же надо понимать что психика ребенка она не настолько развита и как структура и картина мира как компоненты этой структуры для того чтобы ребенок мог вести себя ответственно самостоятельно поэтому дети к моменту прихода в школу должны знать что школа это работа это не развлекалово а это работа что учитель это не клоун перед ними который должен привлекать их внимание что грубость по отношению к учителю и тем более силовые действия они не только неуместны но учителям могут пресекаться в том числе и с применением физической силы ответственность учителя может наступать только тогда когда имели место какие-то тяжкие последствия для здоровья если тяжких последствий для здоровья не было то не доводи учителя до того чтобы он залепил тебе оплеуху или взял за шиворот и выгнал из класса если это произошло человек школьник должен отвечать за это сам поэтому в гимназиях в имперские времена педагогический состав делился на две категории учителей преподавателей и надзирателей в обязанности надзирателей входили разборки именно с теми кто не в состоянии поддерживать должную саму дисциплину ну в реальных наших условиях возможно потребуется еще создание отдельных классов или школ для детей с дефицитом внимания и гиперартистов это отдельная тема и за то что эта тема возникла спасибо либералам дальше опять же бюрократы из министерства образования они не способны трансформировать систему образования к тому что нужно но на исторически продолжительных интервалах времени решающую роль играет институт семьи они бюрократы то есть задача семьи воспитать детей которые когда вырастут придут в систему образования и изменят ее лицо и характер деятельности но для этого тогда нужно изменить критерии отбора и бузы и на работу потому что сегодня у нас вот я как человек который работал на рынке труда могу так сказать во всех отраслях сверху донизу идет отрицательная селекция ну понимаете если говорить об отрицательной селекции то да она идет но Иван Антонович Ефремов в часе быка высказал очень правильное положение руководствуясь достойными намерениями я смею все и второе положение которое там не высказано в прямой форме но тем не менее тоже показывает раб отличается от свободного человека тем что не способен к самоорганизации то есть он не способен не инициировать процесс самоорганизации не влиться в уже действующий процесс самоорганизации поэтому наша задача растить воспитывать и образовывать детей так чтобы они были свободными людьми Михаил Викторович но вы сказали вот я смею все да мы как раз обращаемся к вопросу о том кто такие герои Ивана Ефремова в части быка то есть благонамеренные демоны то есть нет ли здесь тоже вот такого искушения благими намерениями выложены дорога в ад как это я смею все но слова достойными намерениями они двояки по смыслу потому что достойные намерения могут проистекать из совести достойные намерения проистекающие из совести обязывают к тому чтобы сметь все в пределах того чего не запрещает совесть это важно важный момент потому что я смею все это несколько более широк я смею все это демонизм в чистом виде там нет речи о достойных намерениях и нет речи об источнике порождающем эти достойные намерения и достойные намерения порождаются вовсе не знанием действующего законодательства и следованием в том числе и потому что в законодательстве очень много того что соответствует порочным намерениям ну да по форме все правильно по сути издевательства да да не только по форме все правильно ну какая может быть свобода если Центробанк ни за что не отвечает перед государством мы живем в условиях тирании расставщичества вы знаете а вот когда мы говорим о фашизме вернуться если к началу нашей беседы то очень часто у людей с этим словом связаны прежде всего такие образы как война и фашисты это вот когда военные действия идут и мы уже говорили о том что сегодня война идет гибридная и зачастую людьми она невоспринимаема вот в других формах когда идет и вот как здесь все-таки проще людям отличить ну какие есть ли какие-то такие наиболее яркие критерии по которым сразу можно определить что вот перед вами фашист даже если он говорит какие-то правильные вещи на первый взгляд казалось бы ну здесь по сути два вопроса есть люди которых ни в чем убедить невозможно и ничего из этого тематики невозможно объяснить по свойственным им особенностям отсутствие культуры мышления и примитивность картины мировых психики если интересы сводятся всего к трем группам личностные гедонистические семейно бытовые и финансовые то что такое фашизм и что такое нацизм это необъяснимо но если эти интересы начали ущемлять тем более начали ущемлять средствами государственной политики то начинаются вопли о том что это фашизм и нацизм этим ничего не объяснить хоть кол на голове тиши а те кто хоть немножечко думает тем надо объяснять что есть совесть есть творческий потенциал человека есть воля человек состоявшийся это воля реализующие творческий потенциал под властью диктатуры совести любая политика целенаправленная действующая против этого это либо состоявшийся фашизм либо попытка насадить фашизм фашизм он не всегда ужасен потому что опять обращаясь к мертвому душам Гоголя у Собакевича все крепостные живут в достатке какие претензии к Собакевичу Собакевич крепкий хозяйственник у него все хорошо но Собакевич не идеолог поэтому режим в котором хозяйственная власть у коллективного Собакевича а идеологополитическая власть у коллективного великого инквизитора он может обеспечить что все сыты одеты обуты у всех нормальные дома дети получают образование воспитание в соответствии с догмами режима продвигаются по служебной лестнице уважают друг друга они уважаемы ездят в отпуск куда хотят и как хотят все нормально чего не нормально все зомбики людей нет вот вы знаете как раз про зомбиков я в свое время общалась очень близко скажем так с людьми либеральных взглядов с диссидентами люди которые были диссидентами СССР и честно говоря вот ну потому что это очень люди образованные доктора наук то есть профессора и очень начитанные эрудированные и в общем-то вот я всегда только хорошие от них видела то есть порядочные люди но в какой-то момент я поняла что вот мы читаем одни и те же книги а выводы делаем разные и в какой-то момент просто поняла что то есть что эти люди зомбированы только не могла понять на чем то есть потому что они сами этого не ощущают то есть это произошло в обход их сознания и для меня такой переломный момент понятия таких людей был в 2014 году когда случилось вот Одесса в мае да и я как раз еще была во Вьетнаме и я привезла фотографии из музея вот вьетнамской войны где показывала ужас этой вьетнамской войны и мне была интересна реакция этих людей то есть они понимали что это зверство но как-то ну вот реакция была не той которую я ожидала и вот в этот момент я поняла что у них что-то в психике нарушено то есть у них есть в психике такое понятие как есть люди первого сорта и есть люди второго сорта и вот когда что-то такое ужасное случается с людьми второго сорта то это вроде как и нормально при этом вот так вот так если им сказать ты что да ни в коем случае ну вот гых подсознание у меня сложилось такое ощущение что это существует вот такая установка да это так вы правы на этом весь либерализм он всегда и стоял что люди первого сорта это только либералы а все остальные кто не либералы это либо люди второго сорта либо вообще не люди и соответственно этика корпоративная этика либералов на людей второго сорта и не людей не распространяется отсюда и отношение США к вьетнамцам отсюда и отношение либералов к тому что произошло в Одессе и что происходит на Украине ну и соответственно и отношение к политике России которая в одних аспектах по-прежнему прозападно-либеральная а в других аспектах самодержавно-цивилизационная так скажем ну и в общем если все-таки говорить о либералах то либерал не может быть патриотом либерал в своей основе это идиот который не понимает причинно-следственных связей в жизни и их не видит либо это индивид который их все-таки видит но по своему характеру он мошенник типа Бендера и Чичикова который хочет комбинировать но так чтобы мы не набили морду а для этого требуется защита закона и Остап Ибрагимович не зря говорил я чту уголовный кодекс наряду с этим я знаю 400 сравнительно честных способов отъема денег либо это предатель который право пошарить в наших карманах и в закромах родины предоставляет зарубежным политическим субъектам и трансгосударственным политическим субъектам как физическим лицам так юридическим лицам и кроме того разного рода мафиозным группировкам которые не оформили себя юридически но тем не менее действуют если они действуют это не значит что они не существуют или это своего рода клубы по интересам где коллекционируют бабочек и марок да некоторые коллекционируют бабочек и марок но все-таки они сплотились на основе политика мафиозной и экономика мафиозной деятельности направленной против суверенитета России и других государств против развития людей нормальной их жизни создавцы movimiento суверенитет суверенат до Продолжение следует...